Всем привет мои дорогие друзья я рад вас приветствовать новом ролике надеюсь вам понравится не забывать ставить лайки и подписываться также комментировать не забывайте заходить в описании там есть телеграм канал эскорт сервера и все что может вам понадобиться приятного просмотра. Две фигуры стояли друг напротив друга, ожидая момента дабы напасть. Люцифер и остальные сестры взволнованно смотрели как парочка начала разгонять энергию внутри себя. Рядом с девушками начал появляться прозрачные барьеры, которые защищали их от губительного света. С каждой секундой свет что шел от них стал сиять ярче, вот только в один момент парень начал не успевать что противницей. Его свет казался более блеклым по сравнению с девушкой. Миг, и его просто сносит в стену, заодно разрывая броню в некоторых местах. С губ парня потекла кровь, что сияла золотым светом. Сам золотой город начал отдавать собственную энергию, которую Яхве потратила на его возведение. На его границах можно было заметить, как здания разом исчезали, оставляя после себя лишь пустоту. Тьфу, это было больно. Парень поднимает взгляд на копию Яхве, которая самодовольно улыбается, видя состояние парня. Тебе не стоило идти против своей матери, в моих руках находится сила, которой тебе никогда не достичь. Точка по всему телу девушки начали сиять символы. Да-да, я уже понял это, опираясь на пол парень с трудом встал, вытирая кровь с губ. В руках девушки образовался яркий свет, который начал втягиваться, образуя копье. Свет полностью подчинялся ей, словно глина в руках гончара. Парень только оправился после прошлого удара, как копье полетело в его сторону. Девушка наблюдала, как крылья ангела закрыли его тело в глупой попытке защитить, вот только острие оружия с легкостью прошли через них. Он должен был попасть в его сердце, однако крылья смогли сместить удар в сторону, из-за чего копье торчало из его плеча. Жаль, за ты встал у меня на пути. Точка тела девушки растворилась перед глазами парня, как вдруг маленькая ножка прилетела в его живот, вдавливая тело парня в пол. Все под ними начало покрываться трещинами от силы удара. Девушка как в замедленной съемке видела, как парень начал собирать свет в своих руках, не успел он даже создать оружие, как меч протыкает его запястье, приколачивая к стене. Зачем? Неужели ты до сих пор не понял, насколько слаб по сравнению со мной? Просто сдайся и прими свое наказание. Ангелы с некоторым страхом смотрел, как их старшего брата натурально избивали, не давая и шанса защититься. При каждом ударе по округе раздавались звуки хруста от поломанных костей Альфаэра. Наказание. А не пойти бы тебе в бездну со своими советами, ну или нахри, не успел парень договорить, как его тело исчезло перед глазами девушек. Лишь Люцифер смогла заметить сверхбыстрый удар, что последовал от девушки, отчего тело парня просто вылетело через стену, ломая по пути несколько зданий. А сегодня, довольно, солнечно точка тела парня безвольно лежала на полу. Взгляд Альфаэра потянулся к небу, где сеял яркий свет, вот только через секунду луч света стал ближе, пока внутри него не начала видниться фигура копии. Бля, может есть вариант разойтись мирно. Ты пошел против меня, и этим подписал себе приговор. Внезапно весь город начал дрожать, энергия буйным потоком потянулась к девушке. По воздуху пролетали частички света, которые можно было заметить невооруженным взглядом. Вот только в глазах парня родилась идея, как перевернуть весь этот бой в свою пользу. Внезапно крылья на спине ангела раскрылись, энергия, что текла к девушке, начал разделяться на несколько потоков, часть которых полетела к Альфаэру. Казалось, энергия на миг дала ему новый поток силы, вот только этого было явно недостаточно. Жалкая попытка. Взмах руки, и земля под ногами парня начала покрываться трещинами, из которых вылетели золотые цепи. Меньше чем за секунду, тело Альфаэра было полностью покрыто цепями, которые потянули его вниз. Не в силах выдержать давление, колени парня с треском столкнулись с полом. Точка за свои грехи ты понесешь наказание. Девушка театрально вздохнула, казалось решать судьбу ангела доставляла ей удовольствие. Она впервые чувствовала такие эмоции, когда чья-то жизнь находится в ее руках. Мой вердикт, смерть. Прошу, я хочу же, в руках девушки образовался кинжал, свет от которого уничтожал все, что было рядом. Секунда, и клинок с влажным хрустом входит в шею парня, отчего его глаза мигом стеклянеют. Звездочка, звездочка, звездочка. Сестра, что нам делать? Она же убьет брата. Мария глазами металась по комнате, думая, что делать. Из всех сестер только Люцифер была полностью спокойна, казалось, дальнейшая судьба парня ее совсем не интересовала. Нам, нужно вмешаться. Габриэль не хотела нарушать указания, что оставила им их мать, вот только жизнь брата в ее глазах была дороже. Метатрон молчаливо кивала на слова старшей сестры, хоть она и была обычным канцлером небес, но совсем не желала смерти парню. М. А зачем ему помогать? Девушки шоком смотрели на безразличие в голосе Люцифер. Неужели вы и вправду думаете, что она сможет победить его? Звездочка, звездочка, звездочка. Видимо ты был всего лишь маленькой ошибкой, девушка на секунду задумалась. Или я где-то ошиблась при твое создании. Последний раз взглянув на тело парня, она развернулась и направилась в сторону зала, где остались остальные ее дети, которые могли помочь в ее будущих планах. Ошибка лишь в том, что Яхве решила создать дерьмовую копию себя. Глаза девушки расширились, ведь некогда мертвое тело парня было полностью здорово и стояло около нее. Нет. Не убивай меня. Издевательски проговорил Альфаир, видя, как копия замерла. Неужели ты и вправду думала, что способна на это? Ха-ха-х. Что? Почему ты жив? Девушка с недоумением уставилась на парня. Да плевать, убью еще раз злость. Начал брать верх над душой девушки при виде издевательского взгляда парня. Некогда прекрасный город мигом исчез, оставляя после себя лишь несколько домов, что зависли в пустоте. Бля, а мне здесь нравилась точка было слегка неприятно видеть, как эта дура поглотила энергию города ради своего усиления. Вот только с таким количеством энергия, что теперь текла внутри ее тела, она вряд ли могла нормально управлять. Сейчас внутри нее происходил настоящий передоз от силы, что мигом должен повысить ее самомнение до уровня вы все говно, а я одна да и Артаньян. Неужели нельзя было без этого? Девушка не стала ни что говорить и просто замерла, пытаясь что-нибудь сделать си таким количеством чистой силы, от самой Яхве, даже удивительно, что ее просто не разорвало. Она с трудом удерживала ее внутри себя, вот только все равно огромное количество энергии просто вырывалось из нее, а чего фигуру девушку с трудом можно было заметить в ярком свете. Ты только не пукни здесь случайно, а то весь мир кхером разорвет. Девушка медленно направила в мою сторону свою руку, из которой вылетел луч света. Слегка уйдя вправо, я просто уклонился от нелепой попытки меня убить. Копия с трудом удерживала энергию, казалось любая ошибка могла стоить ее жизни. Энергия начала собираться в единую сферу внутри девушки, которая могла просто взорваться, уничтожая почти все в этом мире. Не понимая как парень выжил, она просто решила уничтожить все вокруг нее взорвав сферу, ведь она думала, что свет не навредит ей самой. Тибест. Фигура парня размылась перед ее глазами. Внизу груди начала отдавать болью, а чего-то опустила взгляд. Рука, а точнее кисть парня покрытой золотой кровью торчал у нее из живота. Точка как. Холод начал распространяться по ее телу, она с трудом могла чувствовать свои конечности, от чего просто обвисла на руке парня. Прости, но я решил скорее закончить весь этот спектакль, ведь девочки могут не пережить твою задумку. Точка сзади послышался голос парня. Точка так что, приятного мне аппетита. Крылья на спине парня раскрылись, начиная поглощать весь свет, что начал вытекать с тела девушки. Фигура девушки начала меркнуть по сравнению, что было пару минут назад. И что мне делать? Проигрыш копии было ожидаемой вещью, ведь тело девушки был больше похож на наш, и имел меньше энерговместительности по сравнению с Яхви. Да и не верится, что Яхви могла просто оставить ее здесь и уйти куда-то. Конечно жаль, что она пошла по пути насилия, но, внезапно рядом с ними появилась фигура Яхви. Ты должна была стать лучшей версией меня, стать воплощением моей совести и быть спутником, что мог указать на ошибки, что могла я совершить необдуманно. Яхви с жалостью смотрела на свою копию, которая парила в пространстве перед ней. Но твоя гордость взяла верх, и ты решила, что имеешь право быть выше всех. Мой удел – решать судьбы, ты всего лишь сгусток энергии, которая сошла с ума. С гневом проговорила девушка. В ее глазах плескалась ненависть, что была направлена в сторону ангела и девушки. Ты точно уверена, что она была создана по твоему подобию, возможно Яхви просто хорошо скрывает свои настоящие эмоции по сравнению с копией, и я еще никогда не видел ее настоящей. Кто знает, что сейчас творится в ее светлоголовушке, возможно так как раз идея о потопе или о чем-нибудь еще хуже. Что будешь делать? Просто уничтожишь ее. Нет, если я сделаю так, то чем буду лучше нее? На секунду в глазах Яхви появилось сожаление, но в следующий миг лицо наполнило решимостью точка за свои идеи ты проговариваешься к изгнанию. Мигом мир затрясся от энергии что выдела Яхви, лишь капля ее силы была способна уничтожить все что она создала. Видимо ее уход был связан с увеличением своих сил, скорее всего она снова заглянула к источнику, где хапануло приличное количество энергии. Фигура девушки пошла рябью, казалось девушка на миг стала той самой богиней что должна повелевать этим миром. Рядом с копией открылась трещина, с которой виднелся совсем другой мир. Я успел увидеть лишь мутные очертания другого измерения, а также крики творей что родились во тьме, как внезапно с них не вылетели черные цепи, которым хватило лишь мига дабы окутать тело девушки и втянуть внутрь. Бля, можно поменьше пафоса. От моего вопроса девушка слегка нахмурила бровки. Ладно. К моему удивлению, она быстро согласилась. Но тебе тоже стоит поменьше использовать мата, каким образом, по-твоему, ты показываешь себя своим младшим сестрам? Понял, постараюсь использовать как можно меньше, с каждым моим словом давление от девушки усиливалось, точка совсем не материться. Брат с тобой все в порядке, точка меня на полной скорости снесло телами сестер, из которых лишь метеатрон осуждающий смотрела на них со стороны, вписывая что-то в блокнот. По-моему это вы меня сейчас убьете своим весом. Мигом все девушки слезли с меня. Брат как ты победил ее? Метатрон с интересом уставилась на меня готовя свой блокнот для записи. Просто я был сильнее, точка сказать честно у нее не было и шанса победить меня, ведь Яхве сразу позаботилась дабы она не стала непобедимой поставив ограничения на ее способности на моем уровне. Вот только по сравнению с ней у меня был огромный опыт и скрытая способность к поглощению энергии что рядом со мной. Надеюсь, она не станет пытаться мне мстить в будущем. Дети у меня есть важные новости. Мигом Яхве привлекла все внимание к себе. Хочу вам показать ваших новых братьев и сестер, а также новых существ. Стоило ей хлопнуть в ладоши как мир размылся, казалось, за долю секунды мы прошли огромное расстояние, пока внезапно не остановились над огромным городом. Внизу виднелось множество ангелов, которые с интересом уставились на нас, пока в следующую секунду не встали на одно колено. Каждый из них с уважением провожали наши фигуры. Мы в серебряном городе, городе ангелов, точка видимо Яхве и вправду предвидела все что должно было случиться, ведь стоило нашему городу исчезнуть внутри живота копии, как была построена уже другая. Вот только зачем она сразу не стала пытаться изменить отношение копии, возможно все бы закончилось совсем по-другому. Отныне вы будете командовать несколькими отрядами и выполнять мои миссии. Ну а что насчет, мне уже не терпелось увидеть новых существ, возможно это были первые люди. Ты скоро все увидишь. Казалось Яхве полностью видела меня насквозь. В следующий миг мы оказались в небольшом поле, где располагались шатры из разных тканей. Идите за мной. Нас окружал песок, что ласково пролетал по нашей коже. Мы направились к самому большему шатру, казалось, местные люди совсем не видели нас и дальше продолжали заниматься своими делами. Вот только что-то было совсем не так, будто перед нами не совсем люди. Что-то внутри меня не давало покоя при виде них. Смотря на них мне казалось, что я оказался в одной из древних восточных стран. Все люди здесь носили тюрбаны, дабы укрыть головы от солнца и песка. Это, что они такое? Стоило направить каплю энергии к глазам, как мне сразу стала виднится их души, которых были укутаны в тонкие цепи. Проведя взглядом мне сразу стало понятно, что их души были привязаны к чему-то, а точнее к кольцам на их руках. Ну, это точно не люди, которых ты обещала создать, точка. Внутри этих существ было огромное количество энергии, вот только это был не свет как у нас, а что-то горячее вроде огня. Ха-ха. Рядом послышался детский смех. Дети полукругом окружила молодую девушку, которая взмахом руки создавала разных животных и бабочек, только в отличие от настоящих они были будто нарисованы. Они джины, раса существ, что я создала из энергии бездымного огня, как и вы, они будут заботиться о людях. Звездочка, звездочка, звездочка. Скучно ооо. Люцифер пыталась растормошить парня, который неотрывно читал книгу. Может пойдем и прогуляемся. Нет, лучше иди и обучай своих людей. Твои подчиненные показывают не самые лучшие результаты. Но я хочу немножко повеселиться. Точка девушка щеничьими глазками уставилась на парня, пока тот не сломался и согласился. Ладно, только немножко. Ура! Точка девушка радостно начала прыгать, пока парень не открыл трещину, с которой виднелась зеленая планета. Стоило нам спуститься на землю, как перед нами пристали прекрасные деревья, усеянные полукругом в огромном поле. Стоило подойти поближе, как показалось, маленький шалашик. Привет, точка. Из небольших кустов вылезла невысокая девочка, волосы которой были зеленого света, в локонах которой застряло несколько веток и листьев. Ика. Люцифер радостно обняла девочку, которая стеснительно покраснела. Девочка была тем самым яйцом, что Яхве посадила в планету. Люцифер даже не заметила, как вместо Ики обнимала простую деревянную фигурку, которой заменила себя девочка. Вижу ты научилась неплохо использовать свои способности. Точка девочка радостно улыбнулась после моих слов. Она уже стоял рядом со мной и протянула небольшой венок, что был украшен цветами. Спасибо. Девочка представляла из себя саму планету и всю ее жизнь. На ней она была почти непобедимой, но не для нас вроде Люцифер, которые могли взмахом руки уничтожить всю планету. В скором времени она станет более могущественной, и будет вроде божества для ее обитателей этой планеты. И где мы? Перед глазами Архангела предстала прекрасная картина. Ничтожно маленький мир, но в то же время невероятно красивый. Полностью зеленое поле, в центре которого росло огромное дерево. Присмотритесь. Яхви глазами смотрела в одну точку. Стоило Люцифер повернуть голову, как увидела худощевого парня, который спал под кранами дерева. Бра. Почему он так похож на брата, некоторый шок считался в голосе девушки. Люцифер с некоторым возмущением смотрела, как блондин лениво зевнул. Он был копией Альфаира с отличием в цвете волос, что ненароком поднимал гнев внутри девушки. В ее глазах парень был всего лишь недостойным, что посмел быть похожим на ее брата. Это Адам. Альфаир совсем не выражал какого-либо гнева, и лишь с интересом смотрел на первого человека. В мыслях парень был в замешательстве, он думал, что его охватит некоторая радость при виде первого человека, но встретив Адама, Альфаир испытывал лишь безразличие. Ему хватит лишь мига, дабы разрушить его хрупкую душу и тело, ведь он был лишь обычным человеком. Да. Яхве пошла в сторону блондина, на что архангелы безмолвно последовали за ней. Тебе здесь все нравится. Адам подпрыгнул на месте, стоило ему услышать голос Яхве. Да. Парень в страхе начал оглядывать новые лица, на что Яхве лишь посмеялась. Не стоит тебе их бояться, они, как и ты, являются моими детьми. Девушка с добротой протянула парню небольшой фрукт, который имел ярко-зеленый свет. Покушай, и подумай, чего тебе может здесь не хватать. Возможно, тебе скучно. Для меня не составит труда принести тебе животных, чтобы не было так одиноко. Миг и полину заселяют твари, что когда-то создала Яхве. Ну, глаза Адама остановились на архангелах, а точнее на девушках, одеяние которых было довольно открытой, оставляя довольно много идей для фантазий. Точка Яхочу, Адам сразу замер увидев, как перед девушками встал другой архангел. Я думаю тебе нужно лучше подумать, дружек. Хоть Альфаир и улыбался обычной улыбкой, вот только Адам всеми чувствами чувствовал, что это не так, и стоит ему сказать не тот, как его жизнь станет короче точка, кто знает, как много тебе здесь дозволено. Д-д-д-да, тело парня затряслось, а лицо выражало лишь страх. Я думаю, что поняла, чего ты хочешь, точка Яхве усмехнулась, после чего щелкнула пальцами. Адам лишь успел лишь моргнуть, как внезапно замер. Видимо у меня здесь появились дела, вы можете идти, точка обратилась она к архангелам. Есть точка миг и все исчезли, оставляя лишь парня наедине с Яхве. Ммм, не могла бы ты сделать кое-что. Хочешь посмотреть, как я работаю? Девушка словно пианистка перебирала пальцами над телом Адама. С каждым движением между ними разгорался свет. Не только, я бы хотел попросить тебя вести небольшой дресс-код для ангелов, точка Глаза Альфа Ира невольно прошлись по открытой одежде девушки, отмечая, насколько она была открытой. Временами мне кажется, что мы в каком-нибудь стрип-клубе. Ты преувеличиваешь, точка Яхве усмехнулась, после чего рядом с бессознательным Адамом начал расти небольшой шар из света. С каждой секундой сфера растягивалась, преобразуясь в нервную систему человека, после чего появились вены, кости, органы, мышцы и наконец-то кожа. Скажу честно, это выглядит довольно мерзко, точка перед ними парила женщина с красноогненными волосами, стоило лучам света упасть на них и казалось будто они пылали огнем. Она станет женой Адама, точка Яхве нежно коснулась в щеки девушки на что-то медленно открыла глаза, казалось, будто она только проснулась от то сна, точка Лилит, отныне твое имя Лилит. В мыслях парень запутался, ведь по его старым воспоминаниям женой Адама должна была стать девушка о имени Ева, вот только парень сразу бросил это с головы думая, что его появление слегка изменило будущее. Никто даже не обратил внимания, как девушка словно ребенок смотрела на лицо Архангела, в ее глазах крылатое существо было самым прекрасным, что могло существовать в мире. Звездочка, звездочка, звездочка. Что он делает? Прошло уже пару недель, как Яхве сотворила жену для Адама. И за все время я понял, что Яхве держала его как любимого питомца. Настанет время, и она просто выбросит его, заменяя чем-то более интересным. И вот передо мной снова развязалось странное шоу, в котором парень давал имена всем животным, что заселяли этот сад. Лев, собака, тигр, но лен словно угорел и носился рядом с ними, давая название, вот только зачем. Ведь я и Яхве уже назвали их, а точнее использовали знания из моего мира.обезьяна. Неизвестно как, но стоило мне перевести взгляд, как он уже оказался высоко на дереве. И словно тарзан начал прыгать по веткам не боясь высоты. И это человек лучшее творение нашей матери. Да он не лучший обезьян, что сидят на ветке, точка Люцифер с негодованием посмотрела, как Адам пародировал приматов, точка ты посмотри, он же их полная копия. Смотри как я могу, точка Адам приземлился вниз, сделав несколько переворотов в воздухе. Теперь становиться понятно зачем парень это делал, он пытался привлечь внимание Лилит, которая лишь подняла голову на небо, состроив мечтательное лицо, ни капельки не обратив на него внимания. Не стоит делать поспешных выводов. Возможно, в будущем он станет более, ответственнее и мудрее, точка стоило мне договорить как послышался звук пощечины. Адам с болью сжимал щеку, которая начала краснеть. Секунда и он начинает рыдать, а чего мне становится слегка стыдно, что не скажешь насчет Люцифер. Девушка начала натурально смеяться, видя, как Адам упал и истерично начал бить землю. Казалось, что перед нами всего лишь избалованный ребенок, точка либо я сильно ошибаюсь. Ха-ха. Хоть вы и похожи внешне, вот только характеры у вас совсем разные, но удивительно, что она не захотела быть с ним, точка видимо Люцифер уже начинает предвзято относиться к людям, но стоило мне перевести на нее взгляд, как я понял, что эти чувства она испытывает лишь к Адаму, а не к Лилит. Видимо я сделала ошибку, точка рядом послышался голос Яхве, отчего Люцифер вздрогнула в испуге. Если у него такой характер, то неудивительно, что она не хочет этого, точка она хотела скрыть страх от резкого появления Яхве, вот только та с легкостью их считывал по резким движениям девушки. Вот только это ее долг и судьба, точка миг и настроение Яхве падает, и мы уже оказываемся около них, точка дитя почему ты не повинуешься своей судьбе. Простите, но я не могу, точка взгляд девушки пробегает по Архангелам пока не останавливается на парне. На секунду в ее изумрудных глазах появился свет, но радость мигом затухла. Девушка понимала, что Яхве не позволит ей быть с Архангелом. Моя душа не хочет мириться с моей участью. Ты уверена? Я могу с легкостью отправить тебя в пустоту, на плечо Яхве легла рука парня, отчего-то вопросительно уставилась на него. Давай не будем заходить так далеко, точка как-то слишком радикально она начала разговор с девушкой. Не думаю, что стоит так сильно давить на нее, ведь прошло лишь пару недель как та, родилась. Я не буду иметь зла на вас, ведь вы собственноручно дали мне жизнь, точка глаза девушки выражали печаль, внутри которых была лишь капля радости из-за того, что парень захотел защитить ее, точка и если вы того пожелаете, то я готова уйти отсюда в любое место. Тишина длилась лишь пару секунд, пока усталый вдох от Яхве разрушил его. Она сама совсем не хотела плохой жизни для своей дочери, вот только она не могла оставить все как есть. Девушка видела отрывок будущего, что могла сотворить Лилит, останя она здесь. Война. Война, в которой погибнет множество ангелов, а город будет полностью разрушен. Останется лишь одна одинокая фигура, что будет стоять над руинами некогда прекрасного города. Яхве перевела свой взгляд на Альфаэра, что обеспокоенно хмурился. Ты проговариваешься к изгнанию, точка стоила ее словам прозвучат, как рядом с ними появился мост, точка стоит тебе пройти через него, как ты окажешься на границе Эдема, после которого будут земли джинов. Я поняла, точка Лилит не сопротивляясь приняла свою судьбу, точка можно. Альфаэр проводи ее, точка кажется Яхве без слов понимала желание девушки. Пойдем, точка мне было слегка ее жаль, в то же время ее можно было уважать, ведь она отказалась от райской жизни дабы не мириться с судьбой, что уготовила ей Яхве. Я боюсь, точка стоила ей проговорить, как парень неосознанно протянул ей руку. Секунда и мягкая ладонь девушки сжимает его руку. Чувство тепла, что даровал Альфаэр заставляет появиться на лице девушки без мятежной улыбки. Ты уверена в своем решении. Я даже немножко надеялся, что она передумает, вот только ее уверенный взгляд вбил последний гвоздь мое сомнение. Нет, точка стоила ей встать на мост, как внешность девушки начала меняться. Некогда рыжие волосы начали темнить, а изумрудные глаза налились голубым светом. В таком случае пойдем, точка стоила нам прошагать пару минут, как мы оказались на безмятежной пустыне. Горячий ветер начал бить в лицо Лилита, чего та зажмурилась. Напоследок я решил помощь ей, точка если пройдешь прямо 5 километров, то встретишь поселение джинов, возможно они помогут тебе. Спасибо, точка внезапно девушка обняла меня всем телом. По ее щеке прокатилась слеза, которую она сразу вытырла, точка надеюсь мы еще увидимся. Звездочка, звездочка, звездочка. День проходил как обычно, пока до меня не донесся голос Яхве. На удивление она совсем не скрывала весь коктейль эмоций, что бушевал внутри нее. Интерес, неуверенность, шок и множество других эмоций испытывала девушка в этот момент, что было совсем неестественно для нее. Приготовя сейчас я телепортирую тебя к себе, точка только я хотел ответить, как уже оказался рядом с ней. Лишь на миг я почувствовал, как пресек невидимый барьер, вот только за это время я чуть снова не лишился крыльев. Энергия из источника словно лава выжгла мои перья, и лишь благодаря барьеру я легко отделался. Мы же договаривались, альфаир голос парня был пропитан возмущением, пока его глаза не встретили небольшую сферу в руках Яхве. Ты снова создала мир. На первый взгляд стеклянный шар был целым миром, внутри которого скрыты невероятные вещи. Из первого взгляда парень понял, что он уже заселен. Вот именно что это была не я, неуверенно протянул Яхве, а чего альфаир сразу понял, что она не договаривает, точка ну точнее не совсем я, его создал источник. Источник. Но зачем ему это? Я думал он скорее энергия что бесстрастно существует, точка я неотрывно следил как внутри шара происходило нечто невообразимое. С каждой секундой внутри сферы все менялось, планеты или даже целые галактики были стерты и заново возрождены. И что ты будешь делать? Не знаю почему я это спросил. Возможно, просто интерес, а может меня слегка испугал взгляд девушки, с которым она наблюдала за сферой. Казалось, она держала в руках нечто дорогое, то, в чем она сильно нуждалась. Я хочу объединить наши миры. Стоило ей щелкнуть, как внезапно рядом с нами появился экран, внутри которого мы видели всю историю этого мира. Мир богов, Асгард или Ургрунд, у этого мира было несколько названий. Сперва здесь жили обычные гуманоидные формы жизни, которые были сильно похожи на обычных людей. Видимо источник решил недолго думать и скопировал их внешний вид. Каким-то образом, а скорее это связано с источником, они смогли обрести божественность став богами, и достигли пика своих сил. Хотя они и были невероятно сильны и могли создавать планеты, вот только Яхве с легкостью могла их уничтожить. Мы видели, как у них началась война, и со временем она лишь сильнее обострялась. Один бог словно сумасшедший косил обычное население пытаясь достать врага. Детский плач, запах крови и мочи расходилось на несколько сотен метров от некогда обычной деревни, которая горела в огне. Неизвестно как, но мы могли чествовать запахи, и даже теплый ветер, который дул со стороны экрана. Казалось, что мы находились прямо там. В следующий момент мы оказываемся в пустоте космоса рядом с этой планетой. Миг и планета, в которой происходил бой, просто взрывается, унося остатки жизней богов и обычных людей. Было довольно познавательно. Думаю, после такого кино можно и закурить. Война, Яхве задумчиво смотрела вдаль. Не такого я хочу для своего мира. Ты ведь могла вмешаться, не так ли? Сперва я подумал, что эта проекция была историей мира, вот только на самом деле это была перемотка времени. Будто она хотела посмотреть на конец этих богов. А не ошибка, их существование может навредить моим созданиям. Взгляд девушки стал более холодным, мне кажется или она слегка не в себе. Звездочка, звездочка, звездочка. За пару лет Яхве смогла наконец-то объединить миры, вот только она стала более опасливой. Не проходила и дня, как она не перепроверяла мир в поисках опасности. Она до сих пор думала, что может появиться кто-то на уровне богов, что были истреблены в прошлом, впрочем она в чем-то и права. Планета, что была разорвана на две части, оказалась жизнеспособной, и теперь там проживают человекоподобные существа. И, к сожалению, они начали воевать друг против друга, не проходило и дня, чтобы не происходили стычки между ними. И чем же они тебе интересны? Рядом со мной стала Мария, которая с некоторым интересом начала смотреть на небольшой экран, внутри которого происходило нечто интересное. Гуманная дная раса, что имела голубого-то-серый оттенок кожи вовсю продвигалась в науке. Что они делают? Пытаются, эээээ, аккумулировать свои ментальные способности. Эти парни уже несколько недель пытаются это сделать, вот только собранная энергия просто испаряется. Вот и сейчас между ними собирается энергия синего света, которая через пару секунд начинает принимать квадратную форму. Получилось. Одна из них с надеждой смотрит на куб, вот только тот через миг просто рассыпается. Присоедливость. 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 Продолжение следует...